В 36 тысяч рублей в Стерлитамаке в среднем обходится подготовка к единому государственному экзамену. Такие данные нам сообщили выпускники, заполнив анонимные анкеты. Чтобы набрать достойные баллы, 11-классники стараются изо всех сил. О том, как они готовятся к экзаменам и какой способ считают самым эффективным, расскажет Адалия Хайдарова. Ученице 11-го класса Розалии Бурангуловой предстоит сдать единый государственный экзамен по русскому языку, математике, обществознанию и истории. В прошлом году она готовилась самостоятельно, а в этом поняла, что без помощи ей не справятся, и обратилась в знакомую учительницу русского языка. Ирина Иншаева согласилась позаниматься с ней бесплатно, а школьные знания по истории Розалия решила углубить на курсах. Я не нашла репетитора по истории, поэтому я хожу на курсы по истории. У нас очень хорошая преподавательница, мне очень нравится, и я хожу где-то два раза в неделю и плачу 3000 рублей в месяц. В среднем за час групповых занятий школьники отдают 100 рублей, за индивидуальные не меньше 350. По данным российской газеты от 30 ноября, популярный сейчас набирает дистанционное репетиторство, которое отличается легкостью и удобностью подготовки. Такие уроки проходят по видеосвязи и обходятся не дешевле индивидуальных. Дети у нас разные, кто-то воспринимает информацию в коллективе, кому-то обязательно нужны индивидуальные занятия. И поэтому я хочу сказать, что успешная сдача ЕГЭ – это три составляющих. Это желание ученика, это работа учителя в школе и это дополнительные занятия. А как эти дополнительные занятия проводить, каждый уже решает для себя самостоятельно. Согласно опросу Фонда общественного мнения, в среднем по России 24% выпускников занимаются с репетиторами. Данных конкретно по стерли-тамаку нет, потому мы провели свое небольшое исследование. 84 одиннадцатиклассников школы номер 32 согласились ответить на вопросы, какой способ подготовки они выбрали и сколько платят за занятия. Результаты на диаграмме. Половина опрошенных школьников предпочитает занятия с репетитором. 40% совмещают индивидуальные занятия с групповыми. 7% ходят только на курсы. И 3% школьников готовятся к ЕГЭ самостоятельно. Примерная цена на услуги также представлена. Розалия относится ко второй по численности группе. Занимаясь в школе и на дополнительных уроках, свободное время она не теряет. Каждый день готовится самостоятельно. Первый экзамен ей предстоит написать уже 30 мая. Аделя Хайдарова, Вадим Юмансаров, Андрей Тремайлов, Стерлитамак, Служба новостей.